всем привет уважаемые зрители 8 этап трассы таврида значит мы находимся на строительстве путепровода через железнодорожные пути и полезное шоссе напомню так вкратце ход событий значит произведена была надвижка пролетного строения над железнодорожными путями вот здесь справа на стапеле собирается ответная часть пролета но которая будет стыковаться с надвинутой вот данный момент можем видеть идет монтаж консольной консольного блока но сказать консольной плиты но вроде как мы привыкли говорить консольный блок уже вот ватт непосредственно выполняет обсыпку устоя экскаваторами своими здесь выставлены уже временные опоры для монтажа остальных элементов надвинули пролет сняли ванбек потом еще немного надвинули но я так понимаю что это не окончательная надвижка потому что сейчас увидим почему подлетим туда ближе к началу пролета вот по обилию песка можно взять вывод что идет пескоструйная очистка здесь у нас в хвостовой части появилась еще два консольных блока смонтирована остается здесь еще два и далее идет у нас монтаж опалубки шкафной стенки и открылков стойной опоры под ферменники видим уже практически готовы из интересного это то что вот эти четыре сообразные балки передместились ближе к пролету к стапелю и сейчас уже собираются в два блока на тех же стапелях где собирались предыдущие два блока и вот рядом уже лежат вот это слово-то какое ортотропные плиты которые будут вот в этот промежуток устанавливаться верхний пояс и вот сразу видно концевой блок он справа у нас находится по характерной форме продольных с блоками еще будет интересная работа и соответственно будет еще надвигаться пролет для того чтобы эти блоки смонтировать вот он должен здесь надвинуться на величину двух блоков ну примерно да а вот в той части должен соединиться с скажем так ответной частью пролета которая собирается на отдельном стапеле со стороны здесь будет интересно еще это еще не все надвижка да это круто было конечно когда двинули со скоростью примерно два раза быстрее чем в прошлый раз да но еще надвижка некоторая будет вот и лежат консольные блоки тут 34 как раз 4 получается 4 сообразные балки два блока четыре консоли все сходится пролет собирается здесь у нас как раз экскаватор заправляют вроде как засыпали до засыпали трубу коллектора здесь будет открытый кивет я так понимаю видите как сделано только похоже что рядом этот коллектор видит рядом русло и они не сообщаются нас этой трубой там отдельная труба идет и найдет в реку тоже тут у нас справа локальные частные это мост через реку черная здесь по бетонным работам уже такой прогресс очень ощутимый и уже переходная плита на противоположной стороне уже даже забетонирована конечно демпы очень серьезные на искусственных сооружениях что уже относительно скоро поедем во второй очереди кто помнит вот эти две трубы видите торчат это мы уже получается 2020 там снимали микро щитом проходку такой использовался проходческий микро щит avn по моему 1500 миллиметров диаметром вот эти трубы с этой стороны тоже можно видеть компания союз дон строй работала это компания которая специализируется вот на таких вот всяких работах интересных с применением микро щитов без траншейная прокладка и коммуникаций проще говоря здесь продолжается раскрытие свай конечно очень интересное тут поле свайное ну я срубка с помощью отбойных молотков то есть вручную бывает свои когда часто сильно набурины то это приспособление искусыватель сваи или как он там называется по-разному называют его она не всегда может подлезть путепровод через нефтяную улицу левая устойная готова за исключением подферменников промежуточные опоры все вышли уже на ригель постепенно а тут монтируется слева на левой промежуточной опоре монтируется леса и подласти для сборки опалубки вот уже лежит каркас ригеля арматурных процессе вязки будут подниматься в сборе ну а первая опора которая у нас выходит на монтаж опалубки ригеля это вот где стоит гусеничный кран промежуточная пора имеется ввиду здесь ригель будет первым бетонироваться так устойная опора тоже все за исключением подферменников готова дальше тут вроде справа я когда проезжал вилка это движение может мне показалось в принципе рекультивированный участок но не до конца тут все это самое идет какая-то работа экскаватора траншея она чистят кювет и так вижу и формирует его профиль для продолжения вот этих бетонных работ а траншея под некую коммуникацию всюду по всему оживление у нас на нагорной канаве некоторая заметно вот как раз узел сопряжения двух канав то есть кивета и нагорной канавы выполняется сейчас траншея идет вдоль всего леса вот так в принципе здесь из основного это все что я вам хотел показать дальше в следующей части мы переместимся к выемке смотрим как дела там а на этом на сегодня все у нас всем спасибо за внимание спасибо за поддержку канала до новых встреч не забывайте подписываться на наш дзен и на телеграм то есть телеграм телеграме мы публикуем такую более оперативную информацию какие-то интересные там фотографии с мест ну а дзен просто нас поддерживать если вы подпишетесь на дзен нам какая-то копеечка прилетает на этом на сегодня все всем спасибо за внимание и до новых встреч ну а и